МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Бой. Весовой категории до 66 кг, полулегкий вес и первым в октагон выйдет Далер Хамракулов. 19 лет всего ему, 175 сантиметров рост. Он из Узбекистана, город Самарканд. Представляет клуб R3 Maximus Gym, тот самый, который я вам уже, так сказать, представлял в самом начале, где проходят все кастинги, отборы. Это также проект Рустама Рахмонова, как и львиная битва. Отличный зал для тренировок в Санкт-Петербурге открыт. Все современное оборудование, хорошие тренера, опытные, которые как раз и проводят кастинг. То есть множество бойцов, несколько сотен приезжало на отборочные этапы. Проходили вот как раз кастинг, показывали себя, свои умения, лучших из них отбирали. И давали им шанс на отборочных этапах львиной битвы проявить себя, те, которые вы можете найти на нашем канале. Очень мощный проект, OPMMA номер один в Узбекистане. Детище Рустама Рахмонова. Уже очень много ребят заявили о себе, но еще у вас есть шанс, если вы чувствуете все силы, что вы можете выступить. Вы можете составить конкуренцию вот этим парням, которые выходят в клетку. Присылайте вашу заявку, все контакты будут в описании к данному видеоролику. Приезжайте в Санкт-Петербург, проходите кастинг. И вы еще можете попасть на последние отборочные бои. Санкт-Петербург, проходите в Санкт-Петербург, проходите в Санкт-Петербург. 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 Санкт-Петербурга, проходите в Санкт-Петербург. Абонент Далера Хабракулова Алишерас Манжонов Также представляет Руководит Узбекистан На этот раз город Фергана Также 66 килограмм Постарше он 22 года Ему 178 сантиметров Видим сосредоточен полностью На предстоящем поединке Для него это дебют На таком турнире Настроен он На настоящую битву Готов показать Все на что готовился Под эгидой R3 Проходит данное мероприятие Это также лига развиваемая Рустам Рахмановым Которая в скором времени Будет проводить большие Профессиональные турниры Планы у Рустама Очень большие Собственный спортзал Львиная битва И дальше профессиональная лига И кто знает Может быть именно Алишер Усманджонов Или Далер Хабракулов Кто-то из них станет Первым чемпионом Слева от меня боец Из синего угла Его возраст 22 года Рост 168 сантиметров Вес 66 килограмм Он представляет Узбекистан Город Фергана Встречайте Алишер Усманджона А справа от меня боец Из красного угла Его возраст 19 лет Вес 66 килограмм Рост 175 сантиметров Он представляет клуб R3 Maximus G Он с Узбекистана Город Самаркад Встречайте Далее Хабракулов Итак, бойцы проведут этот бой В трех раундах поединке По три минуты Рефери в октагоне Олег Кучеленко Бойцы, на середину Внимательно слушаем Моей команды Правила помним Правила не нарушаем Проводим достойный поведенок С уважением друг к другу Пожали руки по углам Ну что ж, Олег Кучеленко Последнее наставление дал бойцам Интересный бой нас ждет Но о неинтересных На львиной битве не бывает Здесь все выходят биться Показывать себя Продемонстрируют все К чему они были готовы Свои лучшие качества Свой бойцовский характер Наш эффектный октагон-герл Выходит из клетки И остаются только бойцы И рефери Итак, Далер Хамракулов Из Самарканда Против Фалешера Усманджонова Из Ферганы Бой начинается Пытается так занимать Центр октагона Сейчас Далер И вот идет вперед С первым ударом Проверка своих сил Выцеливает он своего оппонента Попытка бэкфиста Хороший лоу На скачке пытался Сейчас Алишер пробить удар Но его встретил Далер Пробивает по корпусу Неплохая техника бокса У Далера Ну вот Усманджонов Завелся Бьет он По ногам Пока что все его Насколько так Хорошо принимает На защиту Хамракулов Сам отвечает Кружит, кружит Воробь соперника Алишер Еще удар на скачке Достаточно легко На ногах двигаются Оба соперника Еще удар на скачке Пытался сейчас Далер пройти в клинч Будет ему удается Проводит он тейкдаун Усманджонов Пытается его за шею Продержать Понимает он Что в тяжелом положении Оказался Напомню Что 30 секунд На борьбу в партере По нашим правилам Для того Чтобы более динамичный Зрелищный бой был Шею хорошо забрал Алишер Но нет контроля Корпуса соперника Поэтому как бы Удушающий здесь Далеру не грозит И все у нас Да 30 секунд Истекли Минута Остается на работу Раунди идет вперед Усманджонов Несколько ударов Наносит Пытается ему Хамракулов отвечать Но сейчас Такое ощущение Что немножко потрясено Ух мощный хайкик Навстречу Алишер явно Прибирает инициативу Как Далер устоял Пропустил чистейший Хайкик Еще один просвистел Возле головы 40 секунд У него остается Почуял кровь Алишер Усманджонов Идет вперед Но пропускает Он тейкдаун А на судейских записках Это весьма Весьма весомая история Два тейкдауна Дается Хадалеру Хамракулову сделать В первом раунде Поджимает он К сетке своего оппонента Не дает ему вырваться Идет контроль Пытается в маунт пролезть Да Удается ему в маунт занять Начинается добивание 15 секунд до конца раунда Алишер просто пытается выжить Спрятать голову от ударов Подвязать своего оппонента И заканчивается у нас Первый раунд Ну что ж Очень хорошо Пробивал Алишер Усманджонов Но вот тейкдауны Остались за Далером Хамракуловым И думается мне Что именно по этим действиям Как бы ему и будет отдан Первый раунд Максим Колдашев Секундирует Далера Бойца из клуба R3 Maximus Gym Посмотрим Посмотрим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, сейчас начнется второй раунд Очень интересная битва у нас здесь По-настоящему львиная битва Оба бьются, как львы Не щадят ни себя, ни соперника Далер Хамракулов Алишер Усманджонов Второй раунд Шаралджанги на ваших экранах, дорогие друзья Снова у нас повторяется Такая картина первого раунда Пытается Подкрасться на ударную дистанцию Далер Алишер так легко на ногах Челноке работает туда-сюда И оп Наносит хороший удар Лоу Сейчас он более точен Далер пытался пробить удар Но я так понимаю, что будет на борьбу он сейчас сделать Ставку Чуть не пропустил Мощнейший удар Вразрез Сам отвечает боковыми Да, и вот идет опять снова в захват корпуса Пытается вырвать своего оппонента Подсекает его И заваливает Снова тейкдаун От Далера Хамракулова Работает он сбоку Далер там пытается подкрутиться Извернуться Подхватить ногу соперника Но в тяжелой ситуации Предупреждение выносит Олег Кучеренко Пытавшись поставить колено Сейчас Далера нанес удар Такой Очень неприятный Своему оппоненту Что запрещено В голову Ух, хорошо сейчас болтанул Своего соперника Алишер Очень хорошие у него руки Прям точно бьет все удары Но вот в борьбе пока что Явно Хамракулов сильнее Ну и снова ждет он своего момента Где-то когда ошибется оппонент Чтобы можно было его подхватить Он у нас хайкик Кружит, кружит И тут своего оппонента Алишер Пободает опять он на захват Ну Далера весь план вот такой вот Прорваться сквозь град ударов И провести тайгдаун Удастся ли? Да, удалось На этот раз он в гарде Возможно, что Алишер что-то сейчас придумает Какой-нибудь болевой удушающий Высоко он очень подтягивает ноги Тут возможно разные варианты Можно и треугольник закинуть Амбар выйти И что-то еще более хитрое Это прекрасно понимает сейчас Далер Так, а что у нас было? Удар локтем Еще одно предупреждение будет вынесено 20 секунд остается до конца второго раунда Очень зрелищный бой мы наблюдаем, дорогие друзья Лоу-кик Идет вперед Хамаракулов пробивает несколько раз Но решил он не развивать успех Он все-таки полагается на свою борьбу Он понимает, что вот этот надежный стиль такой Приносит ему успех сейчас Он на второй раунд забирает Причем второй раунд он забирает более уверенность, чем первый И остается Одна минута У секундантов Алишера Усманжонова Для того, чтобы нести какие-то коррективы Потому что, ну, Далеру Хамаракулову Велосипед изобретать не надо У него все прекрасно получается А вот Алишеру Пока что Пока что не удается воплотить В свои задумки Да, он хорошие удары пробивает Был практически нокдаун в первом раунде Но Каждый раз, когда проходит тейкдаун Он не может удержаться на ногах И Далер Хамаракулов его уверенно затаскивает в партер ПОДПИШИСЬ! КОНЕЦ КОНЕЦ Третий решающий раунд этого боя. Секунданта покидают октагон. Ну что ж, посмотрим, кому улыбнется удача. И поменяется ли что-то в действиях Алишера с Монжонова. И сколько ему нужно забирать? Или за сверхъявным третий раунд, или выиграть чисто? Джеб навстречу. Хороший мидлкик. Или удар в пах. С моего ракурса было не очень понятно, но, видимо, да, прошел удар в пах. Болезненно. Пытается сейчас Далер восстановиться. Ну готов, Далер Хомаракулов продолжать. Опять-опять начинает он поддавить своего оппонента. Ожидая возможности для того, чтобы броситься в проход ноги. Понимает, это, конечно, Алишер. Пытается выцелить, но сейчас сам пропустил. Чуть не пропустил удар, но пропустил атаку. И вот опять захват за корпус. И начинает, начинает свою работу Далер Хомаракулов. Подхват, подсечка. Да, и снова, снова он затаскивает своего оппонента в партер. Снова начинается контроль. Пробивает несколько мощных ударов. Далер сейчас сверху пытается. Алишер встать, и это ему практически удается. Практически ему удалось вырваться сейчас из захвата Хомаракулова. Ну и надо последние полтора минуты сейчас вложиться, конечно, в свою ударную технику полностью. Потому что проигрывает он этот бой. Еще одна попытка Бэкфиста, но неподготовленная. Алишеру надо атаковать. Атакует Далер. И еще один тейкдаун. Ну раз за разом он это делает. Он делает это уверенно, наработанная тактика. Фиксирует своего оппонента на конвасе. Проходит в маунт опять. Ну я думаю, что спокойненько сейчас он докатит этот бой до своей победы. Если какого-то форс-мажора прям не произойдет. Начинается добивание. Выбита капа. Последние 30 секунд. Ну что, будет ли сейчас Алишер атаковать или уже сил нету? Тут вопрос. Перераунд это, конечно, тяжело. Вот наносит опять лоу. Заряжается на атаку. Но может уже просто времени не ходить, чтобы провести. Адалер сам наносит пару ударов. Еще. Лоу-Ки-Ки снова подхват. Протащил через всю клетку. И я думаю, что если двух мнений, вряд ли может быть. Даля Хабракулов очень здорово показал себя в борьбе. Несколько раз переводил и удерживал там оппонента. Хороший бой. Хороший жесткий бой. Эй, красавчики. Достойнее оба друг к другу. Ну что, друзья, у нас есть судейское решение. В этом бою, по истечении трех раундов, единогласным решением судей. Победу одержит боец из красного угла. Даля Хабракулов. Поздравляем Даля Хабракулов. Уверен, он забирает эту победу судейским решением. Благодаря Малиши Росманжонова за классный бой. Даля Хабракулов. Даля Хабракулов. в Санкт-Петербурге, Бринчилердан болит, Гаромтикши Голгу. Рахмат Манши березе. Рахмат Манши березе. Рахмат Манши березе. Отличный бой. Давай ждемте. Рахмат Манши березе. Командой. Мы отправили в команду. Я хочу сделать это. Бурчем. Прямую трансляцию. Бет Винер сайта. Бен Малох. Бен Малох. Бен Малох. Бен Малох. Бен Малох. Бет Винер. Друзья. Напоминаем, что генеральный партнер этого турнира. Букмекерская компания Бет Винер. Самая надежная и самая удобная букмекерская компания. Сейчас. Именно сейчас. Вы сможете сделать ставку в лайв режиме. Бет Винер. Друзья. Улия. Друзья. Улия. Матьяков Губов. Матьяков. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сразу Дилхушбек пытается прибрать центр октагона к рукам Первый раунд прошел по большому счету под его диктовку Хоть и Хейтбой пытался что-то найти себе в борьбе Но вот сейчас он идет в клинч Это более успешно Заваливает он своего оппонента Сразу же в маунт выскакивает И вот сейчас для него не иллюзорный шанс выиграть этот поединок Начинает добивающий удар их Матья Кубов Дилхушбек его пытается подвязать Пытается выскочить из-под него Это ему удается Здорово сейчас он спробует проход ноги И рефери разнимает бойцов Ну вот и первое хорошее опасное действие от Хейтбой Матья Кубова Небольшой затейший у нас в этом поединке Ну сейчас вот немножко более осторожно Дилхушбек ведет бой Понимаешь, что еще раз так попасться на проход бы ему не хотелось Попадает сейчас, как Матья Кубов Болтанул от своего оппонента Завалил парта Сейчас опять в маунт выскочит Ну что ж Вот так вот Ждал-ждал и дождался в своем моменте Хейтбой Матья Кубов Наносит несколько жестких ударов в голову Амуралиеву Тот старается выжить, но потрясен он Прямо потрясен Тут в принципе Не пора ли это бой останавливать Я вот что-то думаю Удастся ли, удастся ли Дилхушбеку продержаться Матья Кубов на нее просто тучу ударов обрушил Но заканчивается время работы опять же В партеле Тяжелейшая ситуация была для Дилхушбека Амуралиева Пропустил сильный удар, поплыл Чуть не был добит Посмотрим, успел его остановиться Сейчас сразу идет Матья Кубов вперед Но Дилхушбек старается ему отвечать Проход в ноги не удался Встают оба бойца Сейчас уже сам в ноги идет Амуралиев Ох, каким колесом сейчас прокатились Бойцы по октагону Сверху оказался в итоге хейтбой Но в такой позиции Которая вроде бы ты и в маунте А что ты можешь сделать человеку? Бить как-то назад или что-то? Многу пытаться ему отломать? Вроде маунт, а вроде и не маунт Такая очень странная патовая ситуация Но, тем временем, второй раунд у нас закончен Да, вот это был, я вам скажу, нелегкий момент для Дилхушбека Если в первом раунде без вариантов выиграл То в втором раунде практически без вариантов проигрывал Ну и все решится в третьем раунде Вот здорово хейтбой сумел перестроиться Нанести вот этот разящий удар Потом еще один Ну что ж, третий решающий раунд Хейтбой Матикубов Против Дилхушбека Амуралиева Кто ж победит-то в этом бою? Первый раунд за Дилхушбеком Второй за хейтбоем Сейчас осторожничают оба Опять вот Такое затишье у нас Выцеливают оба бойца Испытали они силу друг друга, силу ударов Рисковать зазря не хотят Ох, мощнейший хайкик какой проходит Дилхушбеком Пытается он атаковать Хейтбоя, пытается он его добить Тот проходит в ноги, заваливает И отдает шею на гильотину Удастся ли, удастся ли Сейчас Амуралиеву завершить Бой да Сдается, сдается хейтбой Дилхушбек Амуралиев Поддерживает победу В сложнейшем бою В котором он побывал в нокдауне Но сумел восстановиться Найти все силы И в третьем раунде Вырвать досрочную победу Классный бой Поздравляем его И команду R3 Maximus Gym Хороший прям бой был Ну вот хейтбою тоже не расстраиваться Большой он молодец Первый раунд пережил Во втором раунде чуть не выиграл Ну а в третьем случилось то, что случилось Это бой Это львиная битва Кто-то должен был победить Кто-то должен был проиграть Но без поражений побед не бывает И видимо, что не унывает хейтбой Хороший настройщик И сын И сын И сын И я не успею Академ 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 Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинается второй раунд у нас Супа Ибрагима против Чарна Исмаилова. Всего три боя у нас остается, считая это все самое интересное для вас на львиной битве от Рустама Рахмонова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять вот этот удар по корпусу, хороший боковой. Достигает цели, Чарна тоже старается ответить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снова попытка нанести удар. Попытка хайкика. Ну, сейчас вот кидается, наконец, проход Исупаев. Все ждал, когда же он это сделает. Сделал он это очень четко, очень жестко и быстро. Забрал спину Исмаилова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удерживает его в партере Супа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И снова 30 секунд у нас остекли, поднимает бойцов в стойку Олег Кучеренко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мощный удар коленом проходит Чарна Исмаилова. Но Исупа Ибрагимова это нисколько не смущает. Доводит он свой проход в ноги до логического завершения. Не выпускает, не выпускает он из партера Чарна Исмаилова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дается пробить сейчас неплохо Чарна Исмаилова, но нисколько непотрясенный Супа Ибрагимов. Еще один тейкдаун. В борьбе полное, конечно, доминирование со стороны российского бойца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не выпускает он своего оппонента из канваса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жестко контролирует любое движение. Пытается постоянно улучшить позицию. Даже тут во время смены положения умудрился пару ударов еще в голову отвесить. Снова... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, завершен второй раунд. Исупа Ибрагимов пока что без вариантов катает своего оппонента. Чарна Исмаилов пытается, конечно, в стойке что-то ему противопоставить, но одиночные и точные удары – это не то оружие, которым можно Исупа Ибрагимова сейчас смутить и как-то переломить хоть боя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, третий решающий раунд. Чарна Исмаилов из Таджикистана против Исупа Ибрагимова, представляющий Россию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И Чарна пошел вперед, понимает, что нужно добиваться ему успеха. Мощнейшим ударом он достигает главы соперника, но Исупа вообще не смущен ни капельки. Идет он вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотя удар был очень жесткий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, наметился ли перелом в этом бою? Вот вопрос к Чарне Исмаилову. Попал он, попал он по Исупа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разозлился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Старается не допустить он борьбы, а вот Ибрагимов как раз в эту борьбу и рвется изо всех сил. И валит, валит он своего оппонента. Чарна пытается там кимуру найти, я так понимаю. Но мне кажется, это за гранью фантастики сейчас. Хотя... Руку вытаскивает. За счет этого свипует своего оппонента. Забирает, не забирает, но колено отвешивает. Ох, как сейчас, да, Чарна Исмаилов пытается вот сломать этот ход боя неудачный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идет вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Ибрагимов, Чарна сейчас пытается в третьем добыть победу Идет он вперед, втыкает два джеба жестких Колено пробивает, вот да, сейчас подловил он Исупа Еще колени по корпусу, на голову переключился Ох-ох-ох, тяжелая ситуация Ибрагимов, но сделал он на морально-волевых Выдержал и сделал бросок, проход ноги Последние секунды, Исупа Ибрагимов контролирует Чарна Исмаилова Тут пытался его сбросить рывком с себя Но понимает, что все, уже надо сейчас, последние секунды будут Да, сейчас будет решающая финальная атака Чарна пошел вперед Но только ударная техника может ему помочь Но подхватывает его Исупа, переводит в партер И поединок заканчивается Ну что ж, я могу сказать Классика, борец против ударника И борец в очередной раз одержал, я думаю, победу Поскольку два раунда однозначно за Исупа Ибрагимов Чарна выложился в третьем Вопрос, что мешало ему так же зажигать в первом-втором Долго подбирал он ключи к своему оппоненту А надо было просто взрываться Просто идти вперед и рубиться Потому что в тактическом бою Исупаева переигрывал В этом бою В этом обезнованночном бою Победу на тех же боях Исупа Ибрагимова Исупа Ибрагимова поздравляем с победой Благодарим Чарна Исмаилова, к сожалению, уже покинул октагон Хотелось бы услышать его слова Да, явно расстроен он Но поздновато, как по мне, поздновато он включил Вот эту вот всю технику ударную Но мы послушаем победителя Я хочу поблагодарить своих родных, близких, друзей Всех, кто за меня болеет в городе Каспийске Также хочу поблагодарить своего тренера По вольной борьбе Кима Аксудовича Также огромная благодарность моей матери, которая всегда поддерживает меня во всем Во всем И еще хочу поблагодарить эту организацию Рустам, тебя, брат За такую возможность здесь выступить Всем Баркало, спасибо большое И также хочу, чтобы вы сделали в Каспийске карты И чтобы я там выступал в главном бою Всем спасибо 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 Красавчик Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Спасибо Спасибо